Клопы щитников Голова широкая, щиток очень большой, овальный, на вершине закруглен. Покрывает почти всю брыжку, доходя до его вершины. По всей передней спинке, вплоть до ее заднего края, проходят 6 сплошных широких черных полос. Боковые края щитка прямые или чуть вогнуты. Низ брыжка и груди усеяны большими черными пятнами. Вот на видео это хорошо видно. Ринейчатый щитник имеет пару крыльев, но летает мало и в этом похож на древесного клопа вонючку. О нем я уже рассказывал. Ареал охватывает западную, среднюю и южную Европу, центральную Азию. В России распространен в среднем полосе и на юге Европейской части. Зимуют в фазе взрослого насекомого под опавшими листьями и растительными остатками в лесах, парках, среди кустаников, реже на залежах поросших высокими растениями. Клопы этого вида оживают позже других щитников и вначале чаще встречаются на различных деревьях и кустарниках, где сосут соки молодых побегов, листьев и почв. Так массовое скопление клопов отмечалось на молодых осинах, часто они попадаются на рябину. Отмечали их наиве, терне, на побегах малины, смородины и других ягодных кустарников. На древесной растительности клопы задерживаются недолго и постепенно переселяются с них на цветущие, плодоносящие и зонтичные. В период перелетов они попадаются на растениях других семейств, однако питание на этих растениях носит случайный характер. Вылет клопов на зимовку начинается с середины сентября. Спаривание у этого вида приобретает массовый характер вскоре после выхода из мест зимовки, еще до переселения на зонтичные. Неоднократно повторяются до конца яйц вкладки. Самки откладывают яйца на листья, стебли и части зонтика, прикрепляя их к лучам или цветкам. Количество яиц в вкладках очень непостоянное, от 3 до 15, хотя чаще их 10-14 штук. В вкладке яйца часто размещены беспорядочной кушкой, хотя на плоском субстрате самки размещают их в один слой в шахматном порядке. Интенсивное откладывание яиц в лесостепной зоне продолжается в течение всего лета. И даже в конце июля большинство самок рядом со зрелыми и созревающими яйцами имеет много зачатков яиц. Только во второй половине августа численность перезимовавших клопов заметно снижается, причем многие из них погибают, не отложив всех яиц. Через 8-10 дней после яйцекладки из яиц выходят личинки, которые несколько дней сидят на пустых оболочках яиц, а затем расползаются по растению, чаще всего залезая в зонтик. Развитие личиночной фазы длится около 50-60 дней. Первые молодые клопы появляются с конца июля, но чаще всего они встречаются в августе, выход их продолжается также и в сентябре. Ротовой аппарат сосущего типа имеет хоботок, которым он прокусывает растения и высасывает из его сок. Одна самка в умеренных климатических условиях откладывает до 200 яиц за один сезон. При жарких погодных условиях может быть выведена до трех поколений за сезон. Продолжительность жизни имага достигает трех лет. Интересные факты в этом замечательном клопе. Щетника линейства называют клоп итальянский вовсе не из-за того, что его много в Италии. Для он оттуда произошел, а за внешнюю схожесть с расцветкой формы гвардейцев Ватикана. Особенность этого вида – колониальность. Облюбовав место, они становятся ярким пятном на общем фоне. Между второй и третьей парой лапок располагаются железа, выделяющие вещества, содержащие цимициновую кислоту, которая придает специфический запах, из-за которого щетников практически всех называют клопами-вонючками. Встречаются две географические цветовые формы. И некоторые авторы рассматривают эти формы как два разных вида. Другие, наоборот, как подвид или географическую цветовую форму. Щетник Линей 4 – самый многочисленный клоп в лесостепной зоне. Ну что, на сегодня все. Надеюсь, было интересно. Подписываемся, комментируем. Текстовая версия, как всегда, на Дзене. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok